Так, ну чё, всем привет! Сколько там у нас пацаны на котлах? Половина восьмого, мы скидали. Половина восьмого мы выезжаем снова на тренировку. Просто раз потренировались, на соревнованиях поменяли пруд. И мы такие думаем, а как мы не натренированные поедем, поэтому снова едем на тренировку. А завтра уже соревнования, сегодня суббота, завтра воскресенье. Поэтому, болейте за нас, всё будет супер. Учли прошлые ошибки, взяли с собой сети кастинговые, будем на них ловить. Ладно, тут. Короче, сегодня потренируемся на новом водоеме, помоем на микрожек, поймём, с каких точек можно ловить, кайфанём на природе, покушаем и уедем. Погнали! Куда там купили? Новые резиночки, новые крючочки там. Актер, короче, летать, день рождения за мной. Мы решили презентовать тебе небольшой подарок. Думали, думали, что тебе подарить. По рыбалке у тебя всё есть. Всю голову сломали. На, всю голову сломали. Ну, кормушки у тебя все есть. Мы посмотрели. Короче, вот от нас, от нашего коллектива, люди, у которых клюют, нашему тренеру, вот такой презент. Да, это самое главное, сырыбой. Спасибо большое. Сколы не пей. Спасибо. Сколы не пей, да. Ну, не будем колы запевать. Спасибо большое, да. Пашка. Спасибо. Значит, приехали мы на удовьем. Будем готовиться к соревнованиям. Сегодня тренировка единственная на этом пруду. Завтра соревнование единственное на этом пруду. Очень много рыболовов. Сейчас очень много простых рыболовов. Есть спортсмены, видно их по берегу. Есть чуваки с лодками. Чего ловят интересно у меня? Щукова. Надо спросить. Надо понять. Может, по щуке завтра стандую? Говорят, нет. Ветра нет, можно вообще маленькие грузики. Ну, у меня сам маленький стоит. Ну, по размеру. А так есть два с половиной, но он побольше, чем четыре. Ну, два с половиной. А грузик похрен. Сейчас резиночку, чтобы прям поменять. Ага. Пошла жара. Как заглотил по богатыстям. Ух ты какой. Слак, слак, слак. Майнер хороший. Зеленый хороший. Воконный. Солкать грамм? Сто точно. А кто-то взял горчицу. Эх ты. Ой, смотри как. Давай, давай, давай. Вон, поснимай его. Смотри, не убежал. Вот он, вот он, вот он. Опа. Красавчик. Сошла, сошла. Смотри, что сделали. Откусили. А завтра вот таких еще купить. И не терять, как я сейчас. Да, чуть-чуть посветлее зеленый ставлю. Цвет другой немного. Сейчас посмотрим. Оп, прилетел один из многих. Так, все, значит, примерно понимаю. Да, че ж такое-то? Что ж такое-то? Ты подряд откусила? Ладно. Ставлю виброхвостик. Крючок, наверное, для этого виброхвостика слишком маленький. Сейчас посмотрим. Может, не будет виброхвост так откусывать, потому что там сразу же. Первые три рыбы нормально, а потом почему-то откусывать стал. Непонятно. Ага, есть поклевочка. Есть рыба. И, кстати, не самая мелкая, а что-то такое получше. Хотя мелочи. Мелочь, мелочь. Вот он. Укусил, заглотил. Мелкий окушочек. Мелкий молодец. Отдавай, отдавай, отдавай. И беги во своя си. О, уже пойдет. Поклевочки есть. Леванка, наверное, крупная. Начинается получаться. Подсекается. За хвост степает, но ты крючками достанешь. Короче, все поклевки. Видишь, прибрежная трава. Вот эта вот линия на берегу. И она, например, идет до определенной глубины. Я думаю, что вот где уже метр глубина. Там трава не растет. Надо за нее бросать. И когда приближаешься к траве, есть поклевки. Вот как раз у тебя есть полтора-два метра для того, чтобы успеть подсечь. А что это такое? А что это такое? Смотри, как заглотил. Обезьяна. Дурной какой-то. Дурной какой-то. Сорвал. Такой хороший был. Хвоста нет. Был виброхвост. Стал слаб. Убил виброхвост. Убил виброхвост. Убил виброхвост. Хорошо. Вот. Сейчас похуже стал клевать. Я думаю, вот у рыбаков, у спортсменов, у профессионалов, вот здесь вот их навыки искажутся, потому что рыба немного подуспокоилась. И те люди, которые уже достаточно давно ловят профессионалы, они найдут подход. Мы сейчас вот тоже ищем, но они уже на своем опыте, я думаю, как раз и обловят тех, кто не найдет подход, когда вот рыба не такая активная, как утром. Ну, мы еще и спортсмену, не спортсмену. Нам в комментариях написали, строите из себя спортсменов, что-то такое, дословно не могу сказать, не помню. Строите из себя спортсменов, один первый раз ловит на джиг, другой спиннинг неправильно держит. Вот какие-то претензии к нам. Ну, не нравится, не смотри. Причем здесь кто-то первый раз, кто-то неправильно. Это же, а как ты будешь ловить, если ты ни разу спиннинг не возьмешь? В любом случае кто-то первый раз возьмет, в любом случае кто-то неправильно держит, но писать гадости нам, типа, блядь. Гадости, мне же на самом деле похер на них, просто. Чувак с ником Mercedes. А, написал еще, чтобы клоуны унесли, ник Mercedes. Ну, какой здравомыслящий человек себе Mercedes поставит. Короче, есть у нас хейтер. КОНЕЦ КОНЕЦ Два последних выпуска подряд не было. Дело у нас в рубрике «Едим сало» вместе с Денисом Сундуковым. Потому что что-то мы... Че сделали? Проебались? Забыли. Забыли. Поэтому давайте сейчас. Быстренько. А кто-то дал горчить? Быстренько. Делаем себе бутерброду так горчичку. Сюда. Держи. Ну, соответственно, кусочек сала. Вот так шпик у нас сегодня. Еще один. И... Лучок. Ой, красота. Все это, соответственно, в будку. Как рубрика называется? Понял. Вот так. Едем в пик вместе с Денисом Сундуковым. Отлично. Сегодня на кухне у нас теплый. Назар нет, но завтра он на соревнованиях обязательно будет. Просто дали ему передохнуть немножечко. Мы, тем более, здесь ходим по берегу, тренируемся, ловим окушков. Ему было бы скучно одному здесь. Но завтра, я думаю, все будет нормально у него. Кто-нибудь там с ним будет. А, ну завтра он будет вместе с организаторами. И поэтому не будет скучать на берегу. Будет готовить нам еды. Мы будем занимать призовые места. Короче, у нас сегодня эксклюзивное блюдо. Будем делать вог на рыбалке. Такая немного не рыболовная кухня у нас. Но ничего, зато он быстро готовится. Что у нас вог? Вог – это аббревиатура. Вог – вкусная, охуенная кухня. У нас уже кипит вода, чтобы запарить лапшу. Чтобы потом ее обжарить вместе со всеми остальными ингредиентами. Взяли такой кусок вырезки из лопатки говядины. Кило тресет. Я думаю, нам хватит. Сейчас нарежем. Тоненькими-тоненькими кусочками. Маленькими. Чтобы она быстрее приготовилась. Гайдан, в принципе, недолго. Скользкая какая. Недолго готовится. Вот такого размера кусочками. Такие, ведь? Да. Ну, давай. Дубль два моей рубрики, потому что все пишут в комментариях, где я, где я, где я приготовил себе сальцушечку, горчицу, лук, хлебушек черный. Сел перед компьютером, там, перед телевизором вас посмотреть, а рубрики нет. Второй раз. Едим сало вместе с Денисом Сундуком. Так, все, горчичек быстренько вот так. Что? Ммм. Все в копилку себе. Я все никак не угомонюсь. Третий раз. Рубрика. Что? Едим в шпик вместе с Денисом. Чучурик. Короче, нарезали мы мясо. Все, не порезали, вот столько. Сейчас мы его замаринуем. У нас есть маринад специальный чесночный с соевым соусом. Перемешаем, пока будем нарезать овощи, пропарим лапшу, начнем пережаривать овощи. У нас промаринуется как раз говядина, так как кусочки маленькие, тонкие, она быстро промаринуется. Мы добавим ее уже вместе к овощам, будем жарить, жать, жать. Потом лапшу добавим, зальем соусом, все быстренько пережарим. Короче, сейчас сам все увидите. Чесночный маринад. Соль и соус-то еще, да? Как раз для соли, да? Просто, чтобы побольше жидкости было. Пока мы не начали резать овощи, нужно запарить нашу лапшу, потому что мы ее будем жарить. И перед тем, как жарить, надо, чтобы она немного запарилась, чтобы она быстрее приготовилась. Лапша у нас сегодня гречневая. Я, честно признаюсь, такую лапшу люблю. Пацаны, я думаю, тоже не против будут. Закидываем лук. Пошла сайтан-машина. Дальше у нас пойдут грибы, вешенки. Плюс вешенок в том, что их резать, по сути, не надо. Они вот, расслаиваются сами на нужные кусочки. К мужикам вопрос. Кто, да не важно, кто живет отдельно, кто с своей суженой, с девушкой, с женой, с сестрой, кто с кем. У кого какое коронное блюдо дома? Вот если вы встаете за плиту, за сковородку, напишите, что вот у вас 100% всегда получается из блюда. Вот у меня коронка, к примеру. Вок это понятно, его легко готовить, но я очень, по мнению моей жены и друзей, делаю хорошо солянку. Вот солянку, я полюбил ее в детстве сам. У меня мама очень вкусно готовит ее. Мама очень вкусно готовит соляночку. Я как-то не спрашивал у меня рецепт, я сам вот по памяти сделал свой рецептик. И вот, когда руки доходят, я готовлю этот суп. Жена у меня в восторге. Друзья, когда домой приходят, тоже в восторге. Как фразу на недавней рыбалке наш Максим произнес, жалко, что я не спохмелевал. Когда я ем свою солянку, я каждый раз это про себя произношу. Друзья, обязательно, если берете замороженные овощи, перед тем, как начать их жарить, нужно их разморозить, в первую очередь. А во вторую, сделать так, чтобы вся вода с них сошла. Иначе они не будут жариться, а будут кушиться. Вот мы их в сотейничек сейчас положили. Вот так их немного шарудим. Вот видите, с них сколько воды капает. Если все это окажется у вас в сковородке горячей, то она резко перестанет жариться. То именно для блюда ВОК категорично запрещено. Овощи стекли. Добавляем их к нашим грибам и луку. Предный ингредиент. Соус для обжарки. Лапши. Такой мини-лайфхак. Я однажды подсказал его мой сожитель с Москвы. То на сковородке, если жаришь очень много овощей, или в принципе что-то жаришь, и оно выделяется много сока, переложил все в одну сторону, и у тебя вот так вот будет сок весь этот на пустую сторону сковородки стекать и выпариваться при сильном жаре. Поэтому вот мы сегодня воспользовались этим лайфхаком. Что, короче, у нас, как обычно, всего много, поэтому я принял решение переложить овощи в отдельное блюдо, пожарить мясо и потом все смешать. Иначе у нас мясо не прожарится. Если будет так же плевать, завтра, во второй тур. Ну, понятно, что утром, я думаю, окунь будет идти нормально, поэтому мы по окуню все. Полкиложку, я думаю, по полкило наловим. Постараемся, по крайней мере, не уверен. А если будет во втором туре, вот сейчас, например, на второй тур начало, да? Вот. Ну, что, сколько я сейчас за это время наловил? Два окуня. Ну, тут, конечно, я не час ловил. Ну, блин, ну, сколько я пойму? Десять, десять тридцатиграммовых, это триста грамм. Если тридцатиграммовые, они еще меньше плюют. Поэтому я думаю, что завтра ставлю воблера. И за три часа, есть же вероятно, что за три часа, ну, за два с половиной цепа, ну, хотя бы полкилограммовую щучку. Может такое быть. Конечно, может, кило. А как две полтора хи, ебаный, выиграю зону. И соревновали. Чалоось, ну. Тренировал, тренировал, окушков спать, словить. Сорвались, да. Тактику вы мою слышали. Я во втором туре, если что, у меня есть хороший арсенал. Это Orbit, вот в таком кислотном раскрасе. Я думаю, будет уничтожать. Это значит, Джакал Москват. Джакал Ререндж. И Пантон, вот такой, Грейгатс. Вот на них, если у меня не будет идти оку, я прям пойду по щуке и думаю, отлавлюсь. Вот это Мегабас. А вот это Джакал Ререндж. Больше меня никогда не путаете. Завелась эта машина. Пусть поженились, да? Пока что еще нет. Сейчас пока чисто. Сваты идут. Вы изнарегистрации? Нет, даже пока я так чисто. Знакомиться с родителями. Сейчас уже вот в ЗАГС идут. Заявление подавать пока что. Минут через две выкуп будет. Потом уже в ЗАГС жениться пойдут. Микрофон настроек, Павлин. Слышно? Да, да. Короче, смотрите. Мы любители на рыбалке приготовить что-то необычное. И в этот раз лапша в лоб у нас, например, получилась. Вкусно, что? Просто. Люди на рыбалке быстро там сальцуху нарежут, колбасы, бутерброды с собой, чтобы времени терять. Что-то могут приготовить такое. Простенькие яйца, бекон, может там колбасу пожарят. Но не за простые блюда у нас, влог. Ждите как-нибудь в следующих выпусках. Мы еще в фильме не придумали. И ролла. Так, ну что, все. Выпус я свой собрал. Убираю. Короче, пока Пашка тебе дали оператору отдохнуть в машине немного, потому что у нас оператор не спит ночами. Давайте лайк поставьте ему, потому что мы-то отдыхаем, спим, а он постоянно работает. Еще на выходных с утра с нами ездит на рыбалку и снимает нас. Вот этот вот человек, который сейчас камеру в руках держит до пол шестого утра, монтировал видео, а сейчас приехал с нами в 7 утра и выехал спокойненько, нормально. Поэтому лайк ему, забубеньте, не жалейте. Что, собираем. Пока ты, Пашка, немножечко подремал, мы чуть-чуть половили, есть еще поклевки. Просто нужно было третью зону, на которой мы еще сегодня не ловили, по-любому посмотреть, попробовать, чтобы завтра для нас ничего нового здесь не было. Чтобы мы уже понимали, без всяких сюрпризов, куда мы идем. Че, вот выяснили, какая зона самая менее... Ну, это на сегодняшний день она меньше всего уловистая была, это вот... Они, конечно, пронумерованы будут по-разному, но мы ее посетили второй сегодня. И меньше всех она нам всем понравилась. Завтра, надеюсь, она мне не попадет с пацанам, не знаю, как там, у них какое желание. Вот, я думаю, половим, отловимся, посмотрим, что из этого получится. Вкусно, сегодня пожрали. Вок, лапшу, манго. Такие вот интересные у нас рыболовные события и кухонные. Поэтому, че, давайте с вами прощаться, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, кто просто смотрит и не подписан. Для нас это очень важно. И нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать наши еженедельные выпуски. Сейчас осень, мы по спиннингу, по хищнику впереди, только много всего интересного. Поэтому заряжайся позитивом вместе с людьми, у которых клюет. Если нажмешь вот сюда, то подпишешься на наш канал. Если нажмешь вот сюда, то посмотришь годное видео. Также крутые видосы находятся тут и тут. Ну и не забывай поставить нам лайк, потому что для нас это очень важно. Мы люди, у которых клюет.